Представляю вашему вниманию вот такую золотую красавицу с ярко-желтой небольшой листвой. Это компактный сорт, не превышая 20 сантиметров в высоту. На третий год она достигает диаметра около 30-35 сантиметров. Демонстрирует однотонную, достаточно жесткую золотую листву с легкой жатостью, легкой вафельностью по структуре. Причем эту свою структуру она показала первый год. Первые два года листики у нее были гладкие, а сейчас посмотрите, как они смотрятся. Яркая, блестящая, на солнце так она немножко бликует, отсвечивает, как будто бы белая. Сорт очень красивый и растет у нас на солнце. Что это за сорт? А вот сама гадаю и пока не знаю, потому что покупали три года назад ее под названием липстик блонди. Но уже в первый год заподозрили что-то неладное. Дело в том, что липстик блонди по своим сортовым характеристикам должна иметь два важных фактора визуальных. Это желтую листву и красные ножки. Но в первый год красных ножек мы не увидели, хотя они стали отчаиваться. Решили, что возможно все свои характеристики сортовые она в силу возраста не может продемонстрировать. И ножки закраснеют потом в перспективе. Но ни на второй, ни на третий год красноты мы этой не заметили. Хотя это очень важный фактор, и липстик блонди, это даже в название вложено, что это липстик блонди, то есть помада и блондинка. То есть вот желтый цвет, да, блондинка и помада, это ножки. Но ножек здесь нет. К тому же она у нас не показывала морщинистые листья, вот только первый раз в этом году. На третий год ее жизни мы это заметили. До этого она была абсолютно гладкая. При этом еще очень важный фактор, липстик блонди, она вылезает ярко-желтая весной, но потом в течение лета она начинает зеленеть, переходя через череду оттенков лаймовых, шартрезных и вот уходят уже в зеленый цвет. Наша же хосточка делает ровно наоборот. Сначала она появляется пастельно-лимонного цвета, и потом она начинает, причем довольно быстро, переходить в яркий желтый насыщенный цвет. Причем она это делает на солнце. Если солнца будет недостаточно, то если посмотреть, например, как прикрывает эту хосточку немножко флоксик, то у нее листья, которые меньше всего получает солнце, они имеют не такой насыщенный желтый оттенок, скорее ближе к чему-то салатовому. Но вот у нас вот такой вот неопознанный золотой объект на участке образовался. В общем-то я довольна, потому что хосто весьма красивое, неприхотливое, достаточно быстро растет.